Детское питание просрочено на 3 месяца. Видите? Вы будете за этим в паре следить? Все? Вы будете за этим следить? Все, вы будете за этим следить? Спасибо. Денежку-то верните мне. А что? За детское питание. Вы что, пробили? Конечно. Кто пробил? Все, закрылась. Забаррикадировалась. Она забрала товар, деньги не вернула. Мы вызвали сотрудника полиции. Вы вызываете, вызываете. Вы послушаете, занимаетесь. А я ничего слушаю. Мне вообще это не интересует. А вам какая разница? Да ты раз вонок уцените? Вам какая разница? Вы давайте предъявляйте что-нибудь, я вам буду объяснять, что это дело. Предъявляйте. По понятию стоит сотрудник покупать. Предъявите. Вот только стоит по-человечески подойти, просто верну. Не, по акции их не нужна. Какой человеческий, о чем? Вот скажи мне, где детское питание продавать? Это по-человечески просрочено? Ну и все, а о каком человеческом подходит не может быть? И тереть. А черные крови? Да. Покажите. Ничего не будем показывать. Почему? Потому что не хрячится. Снизу. Прямую. Слонимся. Ничего я не брала. Покажите. Покажи мне. Покажи мне. Что вы взяли? Вы зашли сюда? Что вы взяли? Где вы взяли? В каком? В Дикси? Зачем? Что? А, то есть мы по-плохому что-то? Подождите. Что набрали? Ничего не набираешь. Наташа, звони. Кнопку звонить. Кнопку звонить. У меня удерживание еще будет. Что набрали? Молодой человек, вытаскивайте все. Что вы набрали? Вы сюда зашли без пакета. Вы кто? Положите пакет. Человек, покажите, что вы его набрали. Покажите. Я что, я не хочу. Покажите. Нет. Ничего я не набрал. Молодой человек, вы украли что-то? Нет. А вы видели, что он что-то украл? Я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть, что у вас в кармане. Ну что, карманы вы вернете? Да. Девушка, вы видели, что он что-то украл? Совсем охренели. Угу. Улез мечтал. Все? Ничего не ворвал человек? Куда-куда? Чтобы ты на голову камеру надел. Оденешь? Вам? Вам на голову. Да. Девушка, так я не понял, это вор или нет? Полицию-то вызывать? Вы просто как не извинились перед человеком, если он не вор? А, у них это нормальность. Не хотите, нет? Без бейджика, без ничего, в гражданской одежде, в какой-то неустановленный лицо ко мне подходит. Здрасьте. 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 Простите, пожалуйста, кто это был? Только что. Это кассир. А как зовут ее? Роза. А фамилия? Вот эта вот. Не знаю. Фамилия честная, ребята. А сколько вы тут работаете? Один месяц. И вы не знаете фамилию старшего кассира? А у вас всегда так принято, да? Вот покупателей сначала там трогать, а потом ничего страшного. Я ничего не знаю. Не, ну вы так делаете тоже? Я вообще не делаю. Не, вы так не делаете, да? Да. Ну вас, видимо... Понятно. А администратор где вот? Вот она была? Вот она и была. Вот она и была. То есть, да? Самое старшее лицо в магазине так себя ведет? Неужели? Слушайте, а дайте мне, пожалуйста, книгу отзывов вашу. Люди добрые, подайте книгу отзывов там, пожалуйста. Я вот стал свидетелем этого. Отзыв сейчас напишу. Да, да. Убытков кое-как они все равно не несут, потому что наценки колоссальные. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Книга вся рваная. А книга есть у вас отзыв? Отзыв? Нет. Это она есть? Нет. А что же это она? Сколько тут страниц? Молодой человек. Ну ко мне какие вопросы? Все-таки. Ну да, больше нет никого. Позовите ее тогда. Все туда. Все туда. Позовите ее тогда. А то что ж мы на вас накинулись действительно. Ну видите, все убежали, вы одна самая, стойкая остались. Я мне не привлекаю. Ну вот, видите как. А вы кассир, да? А вы нам не подскажете, вот у вас книга отзывов есть? Это не она, я надеюсь? В магазине. Правильно. С печатью? Она просто... В печатье? Нет, прошита, но тут непонятно сколько заявлений. То есть она должна пронумеровать. Пронумеровать, да. Должно быть, да. Должно быть, да. Видите как. Вот хочу отзыв оставить о магазине, а вот не знаю, та ли это книга вообще? Или не та? Да, да. Магазин 93.4. Ручка вам дольше? Ну да, желательно бы. Хотел просто у старшего спросить, почему она вообще в таком состоянии. И вообще не очень хорошо. У меня про срок детское питание. на два месяца. Сейчас? Да. А где? А, в сумке у тебя? Не, ну просто посмотрю. Не, ну сейчас вы это вернете, а потом... Смотря как она себя будет вести. О, дверь открыта вообще. Тук-тук, есть кто дома? Вообще нет никого. Что случилось с вами? Вообще никого нет. Я говорю, заходи. Девушка! Девы есть. Ау, есть кто живой. Может ничего не случилось действительно? Посмотри, может холодильник какой-нибудь. В холодильнике может она где-то. Закрыл зон лифт вон вообще. Детское питание. Вообще никого. Детское питание у нас. Наверное просроченное. Я сейчас в магазине. Да не трогай. Да, пожарный выход. Заставлен нахрен, все закрыто, замуровано. Да. Смотри. Пробивайте девушку. Я не буду это пробивать. О, начинается. Меня устраивает. Не придется. Придется. Я не буду это пробивать. Никто не будет это пробивать. Пробьешь, будешь пока. До закрытия магазина здесь. Пожалуйста. Я согласна. Не смущает, да? Что нарушаем закон? Девушка, а почему у вас, пожалуйста, книга не пронумерована? Или имеется какая-то иная книга? Мы что-то путаем. Всего доброго. Есть книга отзыва в магазине? Это единственная книга у нас. А почему она не пронумерована? Кто за это отвечает? По ладам там все. Отвечай, кто за это? Значит, граждане у вас... Ну, кто за это отвечает? ...релиз просроченную продукцию, опасную для здоровья и жизни граждан. Какие у вас на этот случай предусмотренные операции действия? Какие ваши действия? Батра придется и мы вам все располагаем. Кто он? Где еще один человек? Сюда, проходите. Вот сюда проходите. А я карты оплатил. Хочу карту. Дед, вы уже все, я не могу карту. Ну, значит, отменяйте и сделайте карту. Я не могу уже. Я сделала базар. Я сделала базар. Ну, хорошо, вы меня спросили об этом? Ну, до такой степени разговариваете, что я не знаю уже, что мне делать. А вы меня спросите, если вы со мной сейчас работаете, меня... Я не знаю, я сказала, чьи чеки. Все молчат. Один чек мой. Все молчат. Я сказала, чей чек. Вы сказали, не мой. Я сказал, мой на 990. Не мой, сказали. Я хочу на карту. Я не могу не набрать. Следующий год. Я не могу не набрать. Тысяча стоит 22. Не буду. Я на карту хочу вас брать. Я оплачиваю. Ну, это если невозможно технически. В смысле технически? Все возможно. Что вы мне рассказываете? Значит, забираете это и делаете обратную транзакцию. Вы просто себя закапываете. Аналогичный этому. Не другой. Именно такой. Да. Каждый выходит, подходит ко мне с чеком. Что именно такой же товар вы сдали. А чеки нам дали, да? Нет. Есть слово аналогичный, есть идентичный. Нет. Нам аналогичный мы будем давать. Именно такой. А разницу слов понимаете? Именно такой товар я вам... Аналогичный. Это не именно такой. Аналогичный. Я вам говорю. Именно такой я вам буду давать. Идентичный или аналогичный. Не надо здесь сидеть умничать. Вот мне такой товар вынесите. Давайте обратим к словарю Ожогову обратимся. Мне такой товар вынесите, я вам дам. Все. Я понял. Просто смотрите, в правилах сказано. Если... О, это не наша проблема. О, это не наша проблема. А как нам вас понимать, если вы даже не извинились перед людьми? Нам как вас понимать? Ну, покажи. Все началось с того, что... Потому что к нам каждый день приходят, мы воруют. Ну, вы видели. Я не знала, что вы так приходили. Слушайте, ну, может, нам вас надо было заломать? Может, вы тоже что-нибудь украли? Ну, скажите, пожалуйста. Я в твоем магазине ворую? Да мы знаем, что это ваш магазин-то. Знаете, сколько директоров есть? Сколько? Администраторов, проворовавшихся. Ну, я же не такая. Ну, друзья. А он же не такой. Слушайте, а он тоже не такой. Я тоже не такой. Я бы вас не поймала. Ладно, смотрите. Правильно? Вы по камерам смотрели. Человек что-то украл? Я не смотрела. Я пошла и делала один касаться. Вы меня обвиняли. Вы до сих пор... Есть данные, что он что-то украл? Вы пришли с пакетом, с нашим пакетом. Правильно? Со своим. Я вас попросила показать табак. Потянем, я его купил. Ну, я купил. Ну, в смысле Дикси. Ну, ну. Я вас попросила, покажите чей пакет. Правильно? Здесь ничего такого нет. Я вам сказал, не хочу. У нас даже 5 минут ворую. Из-за этого я пошла и сказала. Здесь ничего такого нет. Ничего такого нет. Я вам сказал. Вы меня начали тут закрывать. Слышь, открой пакет и так далее. Ничего такого нет. Да ладно. Все у меня рассказывает. Ладно, извините, не хотите перед ним? Извините. Вот. Так надо было сразу поступить. Все? Да. Что все? Не знаем. Вы не можете понять, что здесь дворуют каждый божий день. Каждый. Да. И каждый 5 минут. Вот у меня иначе человек в Астарбакшу думал, что с пакетом идет. Вы бы так не отреагировали? Нет. А как бы автор реагировал? У нас еще разобраться, а потом уже что-то делать. К тому же у вас нет полномочий что-то делать. Пакет покоя. Чек показал. Ничего такого нет. Все показывают. А мы уже разобрались, она уже извинилась. Да. Тут просто просрочка торгует, так что аккуратнее. В том числе и детским питанием. Вот тоже вот выход. Пожарный вы promised me. Он у вас завален. Да. Равный. 299. 110. 3. 4. 2. 3. 9. Дальше ваша. Сейчас возьмите. Да, да. Не ругайтесь. Вам правильно пишут. Пожарный выстрел. чеки у кого подожди я вас третий раз так почему у вас подержи пока страницу внутри весьма весьма гроза пива свежак продается сразу видно круто няня на два месяца просрочена должна переплачьте срочно с 11 месяца изготовлена 18 на 9 годом до 2 11 вон тут детское питание на три месяца просрочен девушка да мы с вами не ругаться хотим я вам хочу кое-что показать что он изначально хотел показать детское питание просрочено на три месяца ведь там еще йогурт до сегодняшнего числа вот детский вы будете за этим в паре следить все вы будете за этим все все вы будете этим снять денежку то верните мне детское питание конечно кто пробил детское питание пробил то детское питание то ему пробил а ты пробила а кто пробил я его сделал нет все закрылась забаррикадироваться сейчас свет потушит она забрала товар деньги не вернула мы вызвали сотрудников полиции вы не послушаете снимать это беспредельно за тем вот эти полиции если вы не за что не отвечаете давайте предъявляйте что-нибудь я вам буду объяснять что я тут делаю предъявляйте по понятию стоит сотрудник вот только стоит по-человечески подойти просто верну меня акция их не нужна какой какой человеческий о чем вот скажи мне где детское питание продавать по-человечески просрочено ну и все а как у о каком человеческом подходе не может быть и тереть здрасте ваша это убежала сделать мне возврат с товаром убегала ну зовите ее быстрее тогда все круг замыкается без ее ключ я не могу не завтра будет господин моржов заниматься вам это имя что-то говорит вот стоило по-человечески отдать детское питание просрочено попросить что больше такого не было и она убежала несколько непонятных ситуаций я на это делала возврат только там я уже я и вообще ничего не оттуда тогда этот чек это самый первый чек который мы пробили а почему я на него не сделал возврат не знаю не все чеки нет я вам ничего не дала я отдельный человек я я вам ничего не да они хотят на чеках черноту я сейчас не знаю что надел может что-то вернем вообще ничего не вернее здрасьте здрасьте просрочки торгует давайте напишем вам заявление может тут вернули все хотелось бы чтобы сразу изъяли но долго ехали ну ладно а чек не можно мы дать а деньги вы мне не будете возвращать вы будете мне деньги возвращать или нет я хоть кому-нибудь не вернула день мне чеку у кого мы вы меня забрали чеку не хочу сделать все раку что андрею да а че у меня фотографии делали я тоже это да и все давал она вообще как ваш степан юрьевич у меня юрий за вы соберите материал таким образом чтобы его был достаточно так третье почтовое отделение по 98 меня слушать а там перезванивает прокуратура и жалуются на то что сотрудники полиции надлежащим образом собирают материал вот например у вас вот здесь просрочка лежит вы можете фиксировать естественно нет там оказание услуг не отвечающих либо по продаже товаров не отвечаешь требования безопасности часть 2 для детей до 6 лет но честно говоря это когда нет это когда там объективная сторона предусмотреть до 6 лет лишения свободы она тяжкая но там типа повлекшая смерть вот эта вторая часть либо нет либо повлекшая смерть либо для детей до 6 лет то есть само по себе состав является оконченный с момента оказания продажи товара или услуг да для детей до 6 лет не отвечаешь требования безопасности то есть грубо говоря полиция отправляет на экспертизу если выясняется то что срок годности истек и этим реально можно отравиться то есть но от детское питание на три месяца испорчено я думаю можно отравиться это уже объективная сторона да соответственно субъективно квалифицируется прямым умыслом или косвенно у него еще по горячим следам спросили бы детское питание чтобы она вам вынесет итак какой шанс это выливать она особо не хочет ну и что это ее трудность 51 воспользовалась? да нет, я не знаю не хотим, чтобы просто сроком торговать тогда можно обследовать служебные помещения опечатать их ну что, не идет на контакт? руководство действует а, в совещаниях? что сделать? работать нормально я просто реально не понимаю таких людей вот ей предлагали по-хорошему изначально извинилась бы, сказала больше так не будет больше не будет просрочки среди детского питания нет, у вас все у вас все вот это вот блин, ну вообще я порогаюсь не на один день просрочка на три месяца да, что кто пробил кто пробил да с самого начала вот эта наглость нафиг она должна весь замес произошел из-за того, что разговаривать как будто мы в чем-то виноваты детское питание опять же, детское питание это дети, блин не на один день не на месяц на три месяца просрок нет, ну понятно с самого краешку лежало в надежде, что купят есть умысел есть халатность есть человеческий фактор да когда он лежит спереди опять человеческий фактор то это либо умысел либо халатность поэтому это умысел конечно просто я их не кухню уже как мы знаем у них есть определенные что-то покупать списания один в день здесь вот их короче по шапке если будет два касания и нормальные они заинтересованы да давайте просмотрим о свежих продуктах да о свежих продуктах он нахер заслуживает вот такие дети херст сейчас я звоню нашему человеку чтоб он тоже пришел что он что сделал где товар который вы сделали возврат второго это неважно я этот товар буду взимать вы из какого отделения я с второго отделения а на ловушке с третьего отделения приехали чего да сейчас подождите ну я думаю нет здесь 15 лет однозначно когда вы с народом и все за вас нет товар надо забрать ну да понятное дело нет законные требования правильно предоставить товар вы его забрали если она не выполнит законные требования у вас есть соответствующая статья ты думаешь надо геморройцы вы сейчас на на ночь глядят один на вызов приезжаете обычно просто два-три человека может двоем мы вдвоем приехали ага ждите я жду там сюда нельзя ничего себе так сюда сюда вход на помещение никому нельзя документы будьте добры предоставлены и за вас будьте добры такой вы где ходят смотрим место решения ну вы же на то есть руководство магазина да что вам говорили продали или вы сами принимаете решение нет где там граждан продали обеспечить данному граждану на каком основании входить на основании поступившего доявления по факту я я тебя буду будьте добры предоставлены работающих которые будут изъять в ходе осмотра решения сейчас приедет человек он с вами будет разговаривать капец подпись давай пюре ну а что ты себя представляешь это моя мама что я подпись можно вообще ни одной подписи оформляется на двух листах присутствует двух филькинграмм подпись я сейчас в машине зум 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 член комиссии ну вот член комиссии ну вот она везде 40 год ну вообще ну реально филькинграмм хрен конечно а а товар она так и не хочет выдать да я так понимаю она его утилизировала а там написано что она его утилизировала а что написано по акции перечислены товарища от непригодных систем при списании уничтожения лица виновные бла 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 обойдите так здравствуйте так так акт указан номер числа будет приложен соответственно социография как положено спиум аккуратн я не пьющий вот и правильно вот и самое главное вот и самое главное все станут выше где новый год кто-то будет дружить кто-то будет отдыхать да нам не сожрена но надо гулять ну потом на пенсии дружить вот да заживем люди пока тут полиция оформляет найдено еще пиво на приемку это вам заберите пожалуйста чтобы больше не было хорошо ох еще сильнее у вас как раз петелька отваливается ну все давай счастливого спасибо за помощь ну вот ребятушки это было у нас дикси в городе Либерси на улице 3 почтовое отделение 98 корпус 2 конечно большую роль сыграла в оформлении за просрочку этого дикси это неадекватное абсолютно поведение зума то есть администратора этого дикси вела бы она себя чуть поскромнее конечно последствия для нее были бы менее тяжкие но она выбрала свой путь да к тому же какие договоры могут быть вообще какие договоры могут быть вообще с теми кто продает детское питание просроченное на 3 месяца травят наших детей подписывайтесь на канал поставьте этому видео лайк нажмите на колокольчик и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм канал а также подписывайтесь на канал герой злодей ссылки в описании Все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права